хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя березов сергей васильевич к возрождение 76 откуда сам родом с города донецк донецк да гражданство украинская нет российская я переехал в россию еще до войны до 14 года в каком году 87 1987 до советский союз на меня еще родители вывезли вначале в абхазию потом уже на север тюменской области а тюменской области ноябрьской а это большой город а большой есть завода предприятие нет ноябрь с небольшой город он 100 тысяч населения но нефтегазовый нефтегазовый да да потом уже самостоятельной жизни переезжал в когалым и последние 10 лет жил в тюмени в самой тюмени да да образование какое высшее специальность инженер нефтегазового промыслового оборудования и разработки месторождения и работал по специальности да пока работал на севере да по специальности а когда переехал в тюмень был последняя должность ведущий инженер в мтс это телекоммуникационная компания типа вашего вода фона семья есть до жена трое детей трое на сколько лет двадцать четырнадцать и одиннадцать большая семья мама папа не с донецка тоже да нет они тоже советского союза мама у нее с омска отец у меня снова московско-тульской области из россияне а в донецке как как получилось что они приехали видим по своим комсомольским путевкам и там приехали и работали да они приехали там работали а я там родился до пятого класса учился сам чего кашин до челкова да и в челкова вообще удивительная история вот человек с лучшим образованием да с тюмени потому что я знаю вот многие россияне не говорили что россии три города живут на москва питер и тюмень это как бы богатый очень города я в остальных не очень жил больших городах это я не знаю мне это сами россияне говорили потому что нефть и газ там и так далее тюменская область хорошо вот когда присоединился к челкова на я присоединился к 26 октября 2022 года как так случилось я бывший заключенный почему бывший потому что при подписал при подписании контракта щелка вагнер за три дня до подписания мы написали ходатайство помилование 23 октября ты заправить понимать сергей ты сидел да за что сидел за незаконный оборот наркотических веществ продавал дилер был или как нет я не дилер и не продавал я работал в этой среде то есть я подумал определенный вес наркотических веществ фасовал на более мелкие группировал их большие сверки и закладывал для передачи их по дальнейшей цепи избытчиков ну то есть ты был как бы частью организации да ну складом я был я частью организации не было потому что это все делается анонимно но это нелегально да это нелегально как бы был частью цепи с частью теперь цепи закладчика правильно я понимаю да а какие средства были там всякие и растительного происхождения не растительного синтетические а сколько дали 10 с половиной лет когда сел 2020 году задержали меня 11 июля а сколько этим занимался ну пару лет занимался смотри вот чтобы понять да человек с высшим образованием начал заниматься наркотой почему семья большая кредиты у нас в россии это 70 80 процентов населения трудоспособного находится в кредитных условиях кредиты ипотеки я так понимаю что властям это угодно нефтегазовые доходы переводить в такой разряд кредитования населения ими легче управлять то есть если я свободомыслия какое-то проявлю меня с работы попрут и мне нечем будет рассчитываться по кредитам и по ипотекам насчется преследования уже судебное а на что кредит был ну были кредиты потребительские был кредит у меня для первоначального взноса за квартиру был кредит на ремонт квартиры потом это было рефинансирование объединил эти кредиты получился один большой кредит ну плюс еще ипотека потом жену сократили с работы а дети кредиты ипотеки требуют каких-то постоянных вливаний будучи ведущим инженером в мтс зарплата 40 45 тысяч рублями на ваши деньги это получается если один к двум очень грубо это 20 тысяч гривен то есть не бог есть какие зарплаты как вы говорите для богатого города ну толкнули меня на такси вначале я таксовал до работы после работы но это убийство машины особого выхлопа там я не получал когда таксовал уже раз мелькнул объявление на заборе второй раз за заработок от 100 тысяч ну и нырнул в это болото да конечно я каюсь когда я сожалею но уже сделано сколько можно фасовщик да можно назвать клад называл меня оператор с кладом а сколько можно было поднять месяц вот так у меня просто была зарплата зарплата она была 50 тысяч рублей в неделю это 200 тысяч да ну то есть у тебя зарплата было 30-40 а просто фасуя на коту ты понимал 200 это хорошие деньги считать это 3000 долларов ну вася нет это нехорошие конечно деньги во первых и хорошими нельзя назвать потому что сам источник этого дохода крайне негативным просто у меня в окружении никогда не было ни наркоманов не но вообще такой среды и среди я как бы не относился поэтому у меня было такое моральное оправдание что если типа государством можно распространять алкоголь на каждом углу и повороте который приносит большой вред такта населению ну а здесь я тоже никому в рот не засыпаю вот сделал свою работу хочешь бери хочешь не бери дальше это уже твое право выбора это когда я уже попал на зону понял что это за катастрофа такая что это действительно на грани болезни как в принципе алкоголизм тот же но который все таки ну как то просто зэка видел до которой зависит да но который как-то не то что поощряется но который государство закрывает глаза на наркоманию она смотрит с открытыми глазами и осуждает очень сильно то есть ну вот у меня было вот это как будет сравнение акоболь наркотики и вот это моральное оправдание принципе не позволило этим заниматься ну то есть это часть иногда там что-то читает россию да вот с того что я понимаю это очень как бы на как бы регион очень наркозависимой да то есть наркотики это как бы нормально там все россия сейчас наркозависима на зонах вот пятидесяти процентов до семидесяти процентов сидят по статьям наркотическим 228 229 230 это занимался этим несколько лет то есть крыша была пара лет нету никакой крыши органы не крышевали нет я этим занимался настолько законспирировал настолько анонимно у меня все начиналось в 3-4 утра я для семьи был таксистом я полвосьмого уже приезжал обратно все сделал забирал детей вез их в лицей полдевятого я уже побритый поглажены в костюмчики на работе до пяти часов работы после пяти часов по таксую в кавычках все девять часов я прихожу уже где-то домой уже поел попил и спать ложимся то есть жена не знала нет у меня вообще все гадаете да у меня в семье об этом никто не знал это было все под грифом строжайшей секретности хорошо в двадцатом году ты сел сейчас ты сказал что это кто приехал в колонию колония большая кстати зона там где-то шестьдесят человек пятьсот шестьдесят человек это большая это в тюмени да это не в тюмени я сидел в челябинской области город златоусы к 25 окей представители щелка приехали в октябре да да в начале октября в первой декаде это вот просто можешь описать как раз разговор произошел как это все произошло к нам прилетел пригожин евгений не сам пригожин да да не помню как его по отчеству евгений викторович пригожин пригожин да прилетел на вертолете его нас собрали на стадионе его запустила администрация внутри колонии он провел беседу с нами такую агитационную пропагандистскую то есть рассказывал о том что мы боремся с фашизмом нацизмом в рамках свого на донбассе предложил нам помилование президента в случае подписания контракта предложил нам деньги 100 тысяч рублей в месяц 3 миллиона за ранение 5 миллионов за гибель рассказал нам про смертные грехи то есть которые которые караются обнулением это изнасилование гражданского населения это мародерство гражданским населением это у гражданских объектов населения и и употребление наркотиков и алкоголя в рамках контракта это относилась к утрам смертным грехам за которые полагается обнуление слова расстрел там смерть они не употребляются а фигурирует везде обнуление подмена слов игра слов такая своеобразная вот ну нас на стадионе откликнулась на эту пропаганду 220 человек 560 это много это почти половина это почти половина да все верно я сколько оставалось не оставалось еще восемь лет 8 хорошо да ну у нас на зоне это зона строгого режима в принципе срока все начинаются от пяти лет поэтому мои десять с половиной это такое но середнячок там гораздо сроки и больше если 20 25 лет да там и разбой и убийства и грабежи это тотально и наркотики у меня если было покушение на сбыт наркотических веществ поэтому у меня срок столь небольшой то если у тебя эпизод закончен то срок это в два раза больше вы понимали юридические тонкости уголовного кодекса российской федерации вот поэтому там сроки конечно поболее есть нас собрали на двух отрядах эти 220 человек по 110 приблизительно в отряде и началось двухнедельное как бы карантирование этих отрядов то значит карантирование ну карантин как везде карантин в ходе карантина проходит какое-то анкетирование проверка да то есть отсев не отсев тех людей у нас осталось 124 человека основная масса отсева это были статьи за изнасилование таких сразу отселяли медицинские какие-то показания ну и возрастной лимит 53 года 52 точно вот осталось в итоге 124 человека 26 октября нас всех рассадили по самой по автозакам вывезли зоны в челябинск на какой-то аэродром посадили в 86 там еще присоединилась к нам и к 8 82 человека отправили в какой-то аэродром ростов а ну вот в принципе я вам рассказал как провелась пропаганда с монотык можно да потому что она сюда смотри сергей вот вопрос обещали 100 тысяч до подписание контракта какого-то было на тот период нет мы контракт подписали уже будучи на первой базе где-то в луганской области хорошо когда зашел в этот же день 26 октября нас отправили с челябинска в 4 утра но разница во времени два часа с ростовом поэтому дополнительных у нас два часа появляется день растягивается по прибытии у ростов нас вывезли тоже автозаками не знаю в каком направлении ну думаю что пределах еще ростовской области где-то какой-то арочник с одной стороны мы заходили будучи еще одеты в зековскую робу а с другой стороны мы уже выходили одеты в армейскую спецовку спецодежду плюс там выдали нам рюкзаки с каким-то необходимым имуществом как там насущным как говорится нательная трусы-носки рыльно-мыльная а как вообще экипировка хорошая у нас в итоге была экипировка две их два комплекта была экипировка горка так называемая она более современная но пошив у нее ну некачественная у меня она разлетелась течение месяца буквально то карман отпадет пуговицы отвалятся так как условия особо шить подшивать нету все это ну черт и черт а вторая она была советского образца еще грубо говоря так от в которой я служил срочную службу девяносто четвертом девяносто шестом году вот она крепкая но пошив новый нет пошив она прям точно такая же это еще с тех годов она выдали еще старую форму до советского образца но она крепкая она пережила вот ну вот все оставшееся время и она вот здесь у вас ну на зоне здесь как не на зоне а в лагере этого лагерных да правильно хранится здесь мешке целеха века что приехали в луганск да обучение какое-то было значит обучались мы с 26 по 28 число по 26 октября по 28 декабря а по 24 декабря то есть ну почти два месяца в луганской области это не в луганске в самом а в луганской области там мы сменили четыре базы разных до обучения было тактические навыки были параллельно нас основе доукомплектовали вооружением бронежилетами касками то есть на каждой базе происходила к это доукомплектовка на первой базе мы подписали как раз вот эти контракты здесь нам выдали в течение вот этих двух недель автомат там четыре магазина на следующей базе нас уже укомплектовали бронежилетами касками на следующей базе нас уже там уже был полигон проводились стрельбы там уже более детально как-то мы готовились к будущей боевым действиям и четвертая база там уже у нас было боевое боевое слаживание подразделений на этом все украина территорию как это все там где-то я думаю что ну не шаговой доступности но какой-то там 10 20 30 километров то есть мы переезжали там по часу полтора между базами а инструктора еще к вагнер были да все чего кашнике никаких-то министерских ничего все это вот одна компания грубо говоря однородная хорошо контракт да вот когда подписывал контракт две стороны подписывают контракт да с той стороны кто подписывал печати и так далее ставил пригожину там фоксимилия пригожина и печать чувака хорошо из тебя обещали 100 тысяч правильно до 100 тысяч месяц на должности какая штурмовик то штурмовой группы да хорошо с контракт был и были карточки как зарплата должна была приходить нет карточек никаких не было мы написали доверенности на одного из своих родственников с указанием их паспортных данных и им уже в определенных городах определенные дни то есть когда доверенно спишешь там указываешь телефон им должны позвонить пригласить в какой-то некий офис определенного города по списку выбираешь указываешь город и этот близкий родственник приезжают назначенный день получает эти 100 тысяч кэш ну да наличкой наличкой да то есть то есть это не государственные деньги сто процентов да я не знаю чьи это день на кешом получал да но наличкой нам сказали что будет наличкой то есть не будет никаких перечислений а будет выдаваться наличкой хотя ну как бы ты умный человек да ну то есть если кешом дают это какие-то непонятные деньги понимаешь о чем ну знаете тут понимать можно все что угодно я одно сейчас понимаю что война это наверное самое худшее изобретение человека где вся грязь вся кровожадность вся злость причем с обоих сторон например да вот откуда деньги да уже расследование полу ходили интересно тебе это было здорово даже до чувака вагнер добывают золото в африке может быть шахты судану может оттуда деньги это расследование было расследование вот сейчас вот вышло да вот добыча золото в африке приносит чего к вагнер миллиона долларов для финансирования операций в украине это значит туда это до в центральной африканской республике это золото и вот кеш поэтому кеш понимаешь на связь он целый комплекс кустарные которые сперва были а потом как бы стали нормальные хорошо я я понял выплата жене было а вот за этим месяцем выплата жене было за этими нет было просто очень сложно связываться но последний раз связи был где-то в начале декабря там 3 5 декабря так точно ждать и не помню на тот момент ничего не было хорошо где воевал в курдюмовке это донецкая область где-то на подступах бахмата за ну с юго-западной стороны а когда за олимпиан 2 января на мой день рождения в усу поздравил да обстоятельства и где курдюмовке да ну да ну было бы и столкновение группа то есть нам было дано задание продвинуться до следующей позиции в ходе продвижения попали под перекрестный огонь группа погибла из десяти человек 1 300 командир группы но он где-то отступил я даже не знаю что с какой у него ранее мне только сказали вот бойцы меня взяли в плен у меня были все отстреляны уже боеприпасы и автомат заклинило на предпоследнем рожке ну глина там сырость мокрая я нашел там ящик с гранатами но болванки были отдельно а запал и были законсервированы отдельно начал запал и скрывать его за этим занятием меня застали уже ваши бойцы взяли в плен ну то есть я понимаю это стреляла штурмовая группа да то есть ну мы штурмами наступление наступление это ночью было убил кого-то ну я был на позициях с 28 числа 29 я занимался эвакуацией с 30 по 1 у нас боестолкновение не было было вот это единственное боестолкновение в моем опыте боевом в темноту куда-то стрелял куда я стрелял особо не знаю может заступил кого-то может быть ну так-то и меня стреляли пока шник там у меня спала стрелял тоже с вашей стороны только успевал выворачиваться хорошо мне там бруствер было вражек вдоль леса посадки ползал вдоль него это война и это мой не убить убийство и воевать это немножко разные вещи я хочу немного сейчас остановить я просто скажу чтобы наши ты поймешь почему я это говорю это вот себе это один из немногих россиян которые признают что он стрелял и не знает попал или не попал почему я это говорю да потому что большинство которые здесь сидят они сейчас сюда ну такое ощущение что приезжая с гуманитарной миссии да но это нормально для меня да когда человек который говорит так что я был штурмов группе я стрелял да ну то есть я к этому это подчеркиваю потому что как бы многие не хотят этого признавать и да ты правильно говоришь это война да то есть две стороны воюет хорошо смотри вот вопрос на можно я перебью вас хорошо и пока мы не зашли глубоко там где это будет не очень кстати говорить я скажу свою мотивацию почему я согласился на контракт я это все равно бы спросил хорошо вот я думал пропустили не а вот я думал пропустили во первых я с города донецк это было у меня основная мотивация почему потому что по сми конкретно город разрушен наполовину он был до войны численностью за миллион на сегодняшний день там население 500 600 тысяч так как он находился скажем так вначале в пророссийской оппозиции ну не как в пророссийской территории орбите орбите можно сказать орбите да и фили векторе да и после референдума он стал российским то получается как бы он разбомблен армией в ссу это ну как бы логично получается естественно что у меня это родной город и естественно что у меня были позывы защищать его второй конечно мотив это то что помилование да я серьезно вляпался гражданской жизни и хотел это пятно смыть себя для того чтобы хотя бы мои дети могли но более-менее свободно распоряжаться своим выбором потому что если кто-то из близких родственников судимый то автоматически у детей возникают сложности с поступлением в те или иные структуры работать вот ну третье мотивация она крайне ничтожна это деньги не особо я не как-то и не беспокоился это можно сказать что нулевой мотив вот ну конечно уже будучи в чвк будучи уже в плену я понял что мы воюем собственном отражении зеркальном отражении это война на мой взгляд все-таки создана кем-то искусственно кто первый выстрел кто первый напал на кого кто первый сказал чье слово кто это все просто на мой взгляд срепетирован и очень грамотно срежиссировано и все поэтому мы воем друг с другом и в этой бойне конечно правых ты не будет в итоге хочешь поддискутировали донецк и луганск в 2014 году ну видите я может быть слабый буду дискутер все-таки у меня нету тех навыков как у вас журналисты это не навык потому у журналистов смотри то есть часто там говорят да ну как бы эти просто объясняю но мы здесь разговариваем чисто я с тобой говорю как человека на который сюда приехал до этому ты не допрашиваю там я могу спросить которую какой год и имя чтобы люди понимали о ком речь да что ты живой человек вы все это понимали но как бы я всегда говорю да когда там мы например я общаюсь там с подписчиком ютуба или зрителями что моя цель просто показать людей их мотивы да я всегда говорю что рано или поздно эта война закончится но она и путин когда-нибудь уйдет это все понимают а есть 140 миллионов которые будут жить бок о бок с нами я стараюсь понять что у них головах почему да и для этого я все показываю у меня журналиста не знаю может есть навыки может нет да это как бы нам зрители могут там дискутировать об этом не дискутировать любомир в этом слаб или не слаб я просто знаю историю более-менее хорошо да и во вторые в 2014 году там был я был в крыму был на донбассе это все видел то есть я могу говорить не как человек который это все смотрел новостях а тот который это все полгода почти был на донбассе и вот все это дик ухо я видел да вот это то все что называют референдума в колочках было или не было в россии то есть у меня как бы личное мнение об этом все есть да как у гражданина украины и как у журналиста это не видел где-то далеко это все видео на местах то что все происходило на не стелека и поэтому мы вернемся возвратимся еще к вопросу донецка луганска да чтобы там например там поговорить у меня вопрос бахмут да вот был этот эдик он тоже чего кашни он говорит что под баху там на бахмутском направлении все чего кашнике бою из 100 процентов 95 процентов это заки ну в принципе так и есть я думаю что процент даже чуть повыше чем повыше сколько думаю стремящийся к девяносто девяти это все закида ну да кто-то другие какие-то подразделения есть типа там так называемый днр лонар или русские кадровики я не видел потому что на передовой в курдюмовке я был всего лишь четыре дня за вот это время других каких-то подразделений других там министерства обороны еще чего-то я не понятно вот такое ощущение что ты там был да и поэтому я спрашиваю для пригожина и для вагнера бахмут это какое мистическое место то есть там говорят что его нужно взять россиян почему мы россиянам да дело наверно не в россиянам дело просто в каком-то стратегическом плане скорее всего думаю бахмут бахмут насколько я знаю тот населенный пункт который стал укрепрайоном которые свое время даже фашисты отказались брать украинцев ну вот бахмут для это сталинград бахмут вот за всю заболевать война с бахмута я так полагаю как раз-то и долбят по донецку поэтому бахмут бахмут является частью донецкой области так как донецкая область уже проведен референдум то естественно донецкую область надо очистить то есть я думаю вот как как бы банально просто а не так чтобы это панацея которую надо сломить вот из того всего что ты увидел ты же все-таки штурмовик был и так далее вот многие говорят что вот ну как бы закивали да это не как бы не кадровые военные и что нам стратегия убила 10 человек на место в стоит 20 новых ну и что это как за расходный материал там все человеческие жизни ну смотрите тут тоже понимаешь вопрос да да понимаю тут все очень просто вот почему идет от эта многоступенчатость колония это очень хороший источник мобилизации даже если там я так думаю зэки вдруг прекратятся какой-то момент ну значит администрация колония подзатянет гайки они опять побегут то есть но это очень легкий то есть это не как военкомату бегать за каждым мобилизованным а вот они все здесь все в сборе все в куче отсеять которые но совсем хромые косые кривые более-менее живых здоровых они точно такие же и на воле буду только там надо бегать здесь вот они сгруппированы все на передовой начался какой-то дефицит человеческих ресурсов но боевой силы живой силы до дефицит появился все погнала ступи вот этот многоступенчатый подход резерва с колония обучение там экипировка вооружение здравствуй линия фронта вахмут вопрос да вот там сака и так далее вот бронетехника танки и так далее все это у вагнера есть я не видел у нас вот в подразделении не было у нас подразделение вроде как бы и не маленькая но нет я не видел хорошо вот лично твое мнение да как бы ты человек с высшим образованием мы почти огненогорки да ты 74 и 76 76 это еще ближе да у нас разница 5 лет я 81 года вот у меня чисто такой как бы тоже человеческий вопрос вопрос и более который как бы он о морали и батики на вот то что набирают зайков зоны им просто их жизни но потому что это война с тобой согласна в этом их жизни меняет на сроки вот твое личное мнение вот что это делает пригожим я сейчас немного еще скажу да я вот видел эту всю лабуду да когда он там зэков встречает там вот парни исполни долг перед родиной и так далее да но все-таки вот твое мнение об этом ну с одной стороны если брать пропагандистскую сторону то конечно как бы дает шанс с другой стороны шанс искупить свою вину перед родиной кровью вот так вот это в принципе практиковалась и великую отечественную войну то есть это не ноу-хау никакое да сергей но давай здесь остановимся да немного да в каждой войне есть идея правильно ну то есть все-таки две стороны за что-то должны воевать и вот когда мы сейчас сравниваем с великой отечественной войной и когда мы говорим что шанс искупить кровью да это немного разные вещи вот сейчас да потому что тогда советский союз что дело защищался да он воевал за независимость и свободу правильно когда мы говорим о войне между украиной россии это немножко другая вещь это в вашем понимании я закончу я закончу я закончу почему я считаю что это немного пусть будет моем понимании да я закончу просто мысли да это могло бы работать это могло бы работать когда мы говорим то о каком-то референдуме в донецке в гуганске да ну теоретических хотят для меня этого буда да и объясню почему потом но это целенаправленная оккупация украины почему когда началась война 24 большая война да потому что для меня война началась 2014 году и для большинства украинцев вторжение было не чтобы защитить донецкую гуганскую область а чтобы захватить украину знаешь почему потому что заходы были в херсон херсонскую область запорожскую донецкую гуганскую сумскую черниговскую киевскую это захват территории и когда мы сейчас говорим о каком-то искупление крови перед родиной но это просто пропагандистский штамп но я вам про это сказал что если брать официальную точку и позицию то это да так но официально это ведь у нас позиция муссируется во всех средствах массовой информации а сми это большое оружие в головах людей идею заложить может только сми своего свою мысль какую-то ее можно свобода мысли можно задавить двумя путями либо насилие либо идеей другой правдоподобно преподнесенный все я не думаю что на украине этим не пользуется думаю то же самое происходит возьмем майдан тот же что сделали у вас это кстати не какая-то там смешная версия этого чисто моего заключения ну может быть домысла но тем не менее версия украине дали возможность европа заглянуть в европу россия дала возможность украины заглянуть в россию что значит заглянуть это ездить работать какой-то бизнес совместно вести на украине сложилось впечатление что в европе лучше чем в россии богаче уровень жизни выше а в россии похуже конечно человек как рыбка там где глубже там и лучше обратился к европе но есть такая третья сила она очень могущественная которая вас сейчас в составе этих 62 стран как бы вы думаете что вас поддерживает весь мир а это в принципе блок наты и проблоковские страны это третья сила ставит вам во главе януковича который пророссийский не наш путин а вот эта третья сила янукович закрывает границу с европой и разовы пытается развернуть всю украину в сторону россии а вот они революционные настроения а вот он и майдан а на этом майдане просто там несколько человек стрельнули друг друга тоже из третьей силы и понеслась война я это все понимаю сейчас нам немного кто третья сила чтобы я понимал кто она ну я думаю что это не сша не европа это именно блок ну назовем его там масоны нато не знаю еще как то есть это вот ротшильды да 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 хорошо смотри ну то есть давай поговорим немного об этом где ты был на западе своей жизни это нигде особо в трусковце самая западная точка была украина 2007 у меня паспорт и месторождение турсковец вот я в трусковце был 2007 году но как бы я там родился я понял я как бы расовый бандаровец только без татух хорошо вот смотри ты нигде не был с тобой мне тяжело мне честно будет дискутировать где лучше ну давай это признаем я верю искренне верю что уровень жизни в европе смотри гораздо выше я я учился в западной европе я учился в западной европе я жил пять лет в стране нато я верю и объездить свою европу да я был соединенных штатах несколько раз да я был в россии и как человек который везде был я могу сказать что в россии жить я не хочу тоже верю честно да ну то есть принимается мой аргумент для абсолютно да то есть я бы мы могли бы диспутировать об этих всех вещах 2 если мы говорим мы сейчас говорим о простых украинцев а простых украинцев мы не говорим там областях и так далее да украине в 90-х годах началась большая как бы волна миграции да это как бы факт особенно западных областей но я я еще был подростком это все видел да у нас много людей уехали работать сперва там греции да потом началась волна италия испания чехия да я просто называете все страны штаты много уехала канада на пенджа и не на там же да вот сейчас польша много украинцев как бы уехала и посмотрела и большинство из них выбрали его логически да то есть люди которые где-то были они выбрали европу почему-то это нельзя осуждать да мы сейчас не говорим о какой-то идеологии там россия да они выбрали просто экономически лучшие позиции на и там работы принимается этот документ да если мы поговорим о каком-то процентном соотношении украинцев сколько процентов было и сколько россиян было на западе я где-то читал статистику что россиян мне кажется было два процента вообще где-то вообще в своей жизни на ну то есть 140 лимонный народ и только два процента куда-то выезжала то есть это тяжело да вот когда я вот сейчас когда я дискутирую я даже не могу дискутировать россиянина это тяжело из них мало кто где был но это их проблема украинцам много где было если мы еще раз там поделим украину да на это все то то небольшая часть была на западе это там например там восточная донецкой луганской области ада и тот же там крым да так сложилось да теперь о майдане то есть как бы подоплека под это все было да ну то есть мы же как бы говорим снизу вверх да они сверху вниз то есть аргументами не принимается правильно да когда мы говорим о майдане я счастлив скажу как бы немного такую ну мы дикую вечер тебя да вот там ющенко он был прозападным это знаешь да виктор ющенко а виктор янукович ты сам это признал был по российским да хотя там поставлен ротшильдами или масонами короче на то хрен собачий потому что я считаю что украина это демократическая страна президент у нас меняется только леонид кучма был два срока это все меняется я считаю что смена это хорошо это признаки демократии до выборы люди ходят голосуют кто нравится не нравится да плохие хорошие это уже 2 но свобода слова есть и свобода выбора есть демократии так янукович для движения в европу ассоциации с европой это точно называется сделал больше и подписал больше документов чем виктор ющенко интересно правда это факт странно правда но последний момент он как бы все года говорит сколько там десятом его выбрали до майдан случился в 13 он все года говорит что мы идем европу вот еще немного мы подпишем ассоциацию правильно весь народ этого ждет он поддерживает в этом президента правильно этого самого донецкого януковича и в последний момент когда нужно ставить подпись на бумаге а там мне кажется где-то было быть в балтийской стране когда осенью янукович этого не делает и люди переживают шок вот дефак понимаешь о чем и они выходят и говорят бить а мы хотим европу понимаешь о чем логика есть в этом всем есть правда нету ротшильдов здесь ничего я логически смог объяснить дальше майдан украина это все-таки не россия далее они кучма говорил здесь свобода сми было она не она придавливала за янукович я вообще считаю что эта страна как бы состоялась большинстве из-за того что здесь была свобода слова и была журналистика которая говорила о коррупции и о других вещах до сих пор мы говорим об этом даже во время войны может и слышал там перестановки большие в этом зеленский меняют людей эти зашкварились не зашкварились но это не об этом майдан люди хотят другого конечно и это не отрицаю потому что это нормально были политические силы которые смогли этим воспользоваться да но факт остается фактом люди хотели в европу люди не хотели в россии это я тебе сейчас открою секрет большой все что решалось в украине решалась киевом это центральный город это мать городов русских русских на не русских этих российских русских это колыбель всей цивилизации этот город несколько миллионник все решал киев хотел европу весь запад хотел европу до большинство областей хотела в европу до донецкий луганский и крым регион в кавычках да они голосовали за януковича который был пророссийский но это в любой стране можно было разногласия все везде есть есть виталия между севером и югом да есть каталония в испании да есть регион ван это виталий который тоже называется партийский сепартийским да как это как бы внутренние проблемы страны я же чем и украина могла решить проблему из донецком и луганском а теперь контрольный вопрос то есть я все как бы логически объясняю правильно можно есть один нюанс хорошо говори балтийская республика который янукович отказался подписывать да ведь это был ключевой момент от которого грубо говоря как называется нулевая точка от которой начался отсчет да так вот вопрос а почему произошел этот отказ почему по его внутреннему какому-то порыву абсолютно не аргументированному или все-таки кто-то на него надавил вас кто и зачем почему он отказался подписывать идя долгим путем к этой подписи человек вдруг разворачивается публично и отказывается ее ставить я как раз потому что за этим моментом тоже наблюдал хорошо давай логически построим цепь на кто кто мог быть чтобы она этого не подписывала на твое мнение но на мой взгляд ближе всего на него могло воздействовать это его же окружение какие-то там кабинет министров какой-то там рада и в их составе вряд ли какие-то были вот про путинские именно структуры потому что фактически служба внешней разведки давным-давно уже к украине имела слабое какое-то отношение а вот именно натовские структуры вполне могли оказаться там очень даже и они прекрасно понимали что надо украину вовлечь в блок надо тем или иным способом и вот это ключевой момент которым надо воспользоваться для того чтобы устроить вот эту майдановщину смотри логики нету своих словах если третья сила хотела чтобы украина что вошла в нато например движение в европу и оба подталкивала к этому ну да преград не было зачем это было как бы западным странам устраивать чтобы янукович не прописал этого где логик хорошо может быть не очень логично звучит а давай я друг вот аргумент ты аргумент я хорошо а давай построим все логически немного в другую сторону куда янукович уехал в россии где живет янукович ну где-то в россии в россии логически строится все да а может это все-таки путин сказал нет вова и нет витя витя все-таки логика где то есть можем быть и есть но увидите тут такая шахматная партия глубокомысленная что вам приходится мне апеллировать а мне приходится думать я с высшим образованием а высшее образование то это но пять десять процентов населения на 15 пусть будет и основная масса населения всех этих деталей даже не осознает и не понимает больше я скажу януковичу нужны были деньги на что то есть это сми было да как бы он говорил с европой версии и там и там брал и владимир владимирович сказал мы дадим тебе эти деньги только говорят мне подпиши да был там что-то про миллиард какой-то доллар или три миллиарда был был да вот и все как бы склоняется к путин еще аргумент просто много вот как бы и честно я скажу вот меня сейчас я даже хотел взять интервью если нам удастся да у россиян которые немного что-то понимает да в этом всем да и от меня вот я там слушал дугина этого да вот его дочь после этого как она ее взорвали да вот это все вот вообще у россияне здесь еще такое ощущение имперскости да вот русского мира этого всего да я даже слушал этого священника который апеллировал вот этот оппозиционный который есть в россии как его зовут яков кротов сдай ко мне кажется да не знаю православный там да и он говорит да это не идея русского мира это идея русской культуры и так далее вот еще такая штука есть империалистическая у россиян да что украина как такой не должно быть то есть вот перед вами вихидея сидит малорос да вот не магнари вот здесь сидел говорил там какой-то 25 лет и он не говорил что вы малорос нет мы не малорос мы другая нация ну я с этим вот как раз согласен полностью что вы другая нация мы вопрос закрыли с этим всем можем дискутировать еще до продолжать можем донецк луганск без россии движух в четырнадцатом году реально бы было ну для меня конечно вот все таки правильнее было бы что плохой мир лучше хорошей войны вот лично моей семьи это коснулась воочию не случись это война в четырнадцатом году мне бы жену не закрутили я бы не полез наркотики мы бы худо-бедно концы с концами бы сводили потому что не выросли бы цены на жкх на квартиры на еду на одежду на все эти школьные принадлежности было бы все хорошо да я считаю что тот кто позволил эту войну конечно но заслуживает осуждение кто ее спровоцировал эту войну заслуживает осуждение тот кто начал эту войну заслуживает осуждение но здесь получается такая вот есть такой писатель эрих мария ремарк слышали его да вот у него есть книга если мне память не изменяет время жить и время умирать не такая фраза фигурирует если мы бомбим города противника то это стратегическая необходимость а если противник бомбит наши города то это военное преступление что самое характерное так думает обе стороны и получается для того чтобы разобраться кто начал эту войну кто ее спровоцировал эту войну нужно абсолютно независимое расследование там такое причем где бы не было бы обоих сторон и иначе получается внутреннее расследование россии глаголит мы правы внутреннее расследование украины говорит мы правы все что мы с вами сказали сейчас про майдан это наше дискутирование которое да вроде как она похоже на правду но это не истина истина все равно должна провестись именно независимого расследования выявлено быть и вот тогда уже действительно какой-то там трибунал создавать над этими людьми еще что-то а пока а пока просто паны дерутся у холопов чубы трещат ну всякие на это факт это факт это факт что россия напала это факт что россия грязь это факт что она оккупировать территории сергей это факт что 8 миллионов из-за россии выехала на запад украинцев это факт что украинские города разрушены это факт что бомбили эти города это факт что россияне убивали украинцев это факт что они насиловали сергей это все факт и не я могу показывать фотографии и так далее но это все факт вы умный человек вы умный человек можно много можем дискутировать вот умерла более 120 тысяч россиян просто объясните мне за что они умерли я знаю за что умирают украинские солдаты я знаю за что умирают украинские граждане это простые врачи айтишники водители которые сейчас поюль они защищают свою страну они защищают свободу и несовмиссимость этих территорий чтобы другие поколения жили лучше они помнят россиян что они сделали не этих территориях с этим народом они это все помнят украинцев есть идея за что умерли более 120 тысяч россиян и вы готовы были умереть и прийти в черном пакете и может бы вашей жене выплатили выплатили пять лимонов или может быть нет потому что это россия за что они все воюют и умерли я вам объясняю на протяжении всей нашей беседы что мы сюда призваны защищать русскоязычное население русскоязычной территории которым в который которым вы запрещаете разговаривать на русском языке хотите что-то украинцам сказать да хочу скажите я извиняюсь перед украинским народом за то что я пошел воевать против него искренне да это искренне воевать я конечно на большему желанию никакого россиянам ну наверно даже не наверно точно прежде чем согласиться воевать тоже подумайте это все-таки братский народ как ни крути с которым с одного тазика или не один век то что сейчас происходит я все-таки склонен думать что нас лбами столкнули да конечно там у нас есть своя законодательство которая обязывает быть мобилизованным на конечно отказ от мобилизации это дезертирство но если есть хоть малейшая возможность не идти на войну пользуйтесь и не стремитесь умирайте не стремитесь убивать себе подобных